Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Давайте поговорим с вами сегодня о том, какие удобрения необходимо внести как в защищенном, так и в открытом грунте осенью. Существуют специальные смеси осенние под разные культуры в зависимости от их потребности. Однако, существуют специальные особые принципы, как разделить удобрения, какие вносить осенью, а какие вносить весной. Удобрения, которые не следует вносить осенью в гряды, будь то теплица или будь то открытый грунт, это азотные удобрения. Азот очень легко вымывается из почвы, в глубокие слои, попадает впоследствии в грунтовые воды и отравляет питьевую воду в колодцах. Не стоит использовать такие удобрения для внесения в гряды под овощные культуры. Исключение составляют лишь посевы сидератов в раннее осеннее время. Например, если в начале сентября вы высеваете сидераты, то в этом случае под них можно внести небольшое количество азота, половинную дозу от основного внесения. В том случае, если вы считаете, что остаточного количества не хватит для их нормального развития. При посеве сидератов в более позднем периоде, то есть уже в период после 20 сентября, вносить азотные удобрения не стоит. Точно так же, как не стоит вносить большие дозы азотных удобрений, да и вообще можно отказаться от азотных удобрений даже при посадке азимового чеснока в осенний период. Большая часть этого азота все равно вымоется. Во многом это касается и органических удобрений, таких как навоз. Они содержат в своем составе достаточное количество азота, являются азотной подкормкой. Поэтому такое осеннее внесение органических удобрений не очень-то желательно. Лучше оставьте навоз в кучах для того, чтобы он перепрел. Сделайте подложку водонепроницаемую под кучу навоза. Закройте сверху его целлофаном, чтобы он не вонял, не размывался и пусть он там как следует перепреет. И такой навоз, уже компост, вы внесете лучше весной. Если же вам остро необходимо внести навоз осенью, в этом случае обязательно перекопайте его с почвой. Потому что когда вы будете поверхностно вносить навоз, просто кучки оставите на грядах, он размоется осадками и лишь загрязнит поверхностные и более глубокие воды. А нитраты систематически в питьевой воде нам совсем ни к чему. Те удобрения, которые необходимо внести осенью, это конечно же фосфаты. И в первую очередь суперфосфаты. Ведь в отличие от монофосфата калия, они являются трудно растворимыми. Особенно простой суперфосфат. Простой суперфосфат в дозе примерно 2 столовые ложки на квадратный метр является в пару не универсальной дозой для всех овощных растений. И защищенного, и открытого грунта. Если суперфосфат двойной или даже тройной, в этом случае доза должна быть уменьшена. В любом случае, руководствуйтесь, пожалуйста, теми цифрами, которые имеются на упаковках. Суперфосфат относится к удобрениям, которые, хоть и не сильно, но все-таки закисляют почву. Поэтому очень часто под осеннюю обработку почвы вносится также и накопленный объем золы. Зола является прекрасным удобрением, источником калия и кальция, некоторых микроэлементов для наших растений, и имеет щелочную реакцию. Одновременное внесение суперфосфата и подщелачивание почвы за счет золы является неплохим способом для нормализации минерального состава почвы. А однако же здесь имеется один нюансик. Мы неоднократно говорили, что зольные растворы способны переводить фосфаты в недоступную для растений форму. Они в своем составе содержат кальций и обладают щелочной реакцией. Это все делает фосфаты недоступными в почве для растений. Однако же вы можете абсолютно не боясь делать эту комбинацию с осени и вносить такую комбинацию осенью в гряды в том случае, если вы систематически предпринимаете действия для стимуляции микрофлоры, используете фосфат, мобилизующие бактерии, зеленое удобрение и вносите органику. В этом случае фосфат, мобилизующие организмы, это не только фосфат, мобилизующие бактерии, даже метаризиум, даже триходерма способны мобилизовать фосфат. А уж тем более, если вы используете азимую рожь, например, а лучше всего в смеси с крестоцветными, в этом случае, конечно же, вам совершенно не стоит беспокоиться за то, что фосфаты будут недоступны. Если уж вы действительно видите, даже после внесения этих удобрений, слабое развитие растений, беспокойтесь о недоступности фосфора растениям, сделайте подкормки уксусным раствором или раствором лимонной кислоты. Они не закисляют почву. Почему? Обязательно смотрите на нашем канале объяснения и рекомендации по этому поводу. Они, напротив, делают фосфаты еще более доступными растениям и очень хорошо стимулируют их рост и развитие. Еще одно удобрение, которое необходимо внести с осени, это хлор, содержащие калийные удобрения. Если, ну как в Беларуси, например, это самое дешевое удобрение, хлористый калий, то в этом случае его необходимо вносить только осенью. Почему? Хлор достаточно вреден для растений в больших дозах, а калий хорошо связывается почвой. Хлор в течение осени, весны и зимой при оттепелях будет вымываться осадками, вымываться в более низлежащие слои почвенные из корнеобитаемого слоя и поэтому будет безопасен для наших растений. В этой связи насыпание снега, подсыпка снега в теплицу в течение зимы является очень важным мероприятием для того, чтобы и обеспечить влагой теплицу как следует, и вымать излишки хлора. Это важно. Конечно же, не стоит использовать хлористый калий в случае, если вы гряды засеваете сидератами или высаживаете чеснок. В этих случаях в качестве дополнительной калийной подкормки вносите или сульфат калия, или же золу, зольный раствор. Если лишнее защелачивание вам не надо, и вы хотите быстро защитить фосфор в почве, в этом случае погасите золу уксусом, у нас есть видео на канале об этом, и сделайте жидкую подкормку, жидкий пролив почвы для этих целей. Поэтому вот эти три удобрения рационально и целесообразно вносить осенью под обработку почвы. Будет она минимальная или более глубокая, выбирать вам в зависимости от той обстановки и того климатического и почвенного региона, в котором вы находитесь. У нас есть видео о рекомендациях по обработке почвы, осенней обработке почвы. Посмотрите, по возможности я отвечу на ваши вопросы. И на эту тему тоже. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова